Привет всем! Намасте! С вами добрый волшебник Ананда. Сегодня я хочу предложить для вас практику, которую я назвал дабл-эспрессо, двойной эспрессо. Для чего она предназначена? Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда верхи не могут, а низы не хотят. Когда нам необходима энергия, когда нам необходима мотивация, когда мы должны встать и начать действовать, но что-то не идет. У нас не хватает бензина, нам сложно встать утром, мы иногда чувствуем себя засыпающими в течение дня, мы ложимся спать уставшими и просыпаемся уставшими. И часто мы прибегаем к внешним стимуляторам, допингам, для того, чтобы каким-то образом поднять свой энергетический статус. Возможно, это влияет на какое-то короткое время, а потом мы чувствуем опять спад, причем спад может оказаться еще ниже той планки, с которой мы начали. То, что я хочу вам предложить, это практика, которая обращается к вашим внутренним резервам, не пользуется никакими внешними стимуляторами. Энергия, шакти, находится в нас. Нам нужно уметь найти ключи. Нам нужно научиться с ней общаться. Практика, которую я вам предложу, она не требует особой подготовки, она не требует особой физической силы или особой гибкости, она не требует глубоких знаний в системе пранаямы или системы расширения жизненной энергии. Что она вам даст? Она вам даст быструю и эффективную активизацию кровеносной системы, лимфатической системы, дыхательной системы, эндокринной системы, иммунной системы, пищеварительной системы. В идеале эту практику выполнять утром, натощак. Вы можете выпить стаканчик воды и буквально через 5-10 минут приступить к этой практике. Для обладения всей практикой прежде всего вам нужно освоить дыхание, которое в йоге называется бхастрика или дыхание кузнечных мехов. Принцип этого дыхания заключается в том, что мы активно вдыхаем и активно выдыхаем. Мощные вдохи и выдохи, которые задействуют в максимальном амплитуде грудо-брюшную диафрагму. Во время вдоха диафрагма активно напрягается и давит вниз на внутренние органы. Во время выдоха сжимаются мышцы брюшного пресса и межроберные мышцы, и диафрагма поднимается вверх. Диафрагма таким образом работает, как некий цилиндр. Внутри этого цилиндра мы создаем периодическое давление в области живота и в области груди. Я покажу вам, как мы дышим. Дышим через нос. Активный вдох, активный выдох. Посмотрите, пожалуйста. Я обращаю ваше внимание, что дыхание происходит не в верхних отделах легких и даже не в средних, а больше в нижнем отделе. Во время вдоха диафрагма активно опускается, во время выдоха активно поднимается. Задействуется в основном нижний и средний этаж легких. Активно раскрываются легкие стороны движения ребер. И выдох, ребра сжимаются. Мы делаем несколько сетов дыхания бхастрики. После каждой после каждой серии с бхастрикой мы делаем задержку после глубокого вдоха. И после глубокого вдоха мы делаем несколько последовательностей. В каждой из этих последовательностей мы активизируем определенные энергетические каналы и мы двигаем нашим позвоночником в разных плоскостях. Первое движение это движение позвоночника в сегитальной плоскости, то есть вперед и назад. Создаем некоторую волну, как бы натягиваем тетиву вперед и назад. Таким образом мы расширяем наше энергетическое поле в сегитальной плоскости и активизируем передний и задний энергетические каналы центральный передний и задний. Во втором упражнении после активного дыхания в хастрике мы опять делаем глубокий вдох задержку дыхания и движение во фронтальной плоскости. Мы поднимаем руки через стороны вверх переплетаем пальцы и наклоняемся к одному колену к другому колену. Если у вас не получается опуститься до конца локтем колен вы опускаетесь столько сколько можете. Стараемся опуститься как можно ниже. И здесь мы активизируем боковые каналы расширяем наше энергетическое пространство в стороны право и влево. Третья последовательность после активного дыхания в хастрике мы опять делаем глубокий вдох задержку дыхания и двигаемся в горизонтальной плоскости мы скручиваемся в одну сторону и в другую сторону и делаем столько повторений сколько можем на одной задержке. В движении в горизонтальной плоскости мы как бы создаем спин создаем спираль вдоль центральной оси и последнее это так называемая прана витара после активного дыхания мы делаем глубокий вдох задерживаем дыхание и на задержке мы совмещаем три направления которые мы делали в предыдущих упражнениях в первом мы наклоняемся вперед и вниз потом поднимаемся немножко прогибаемся назад потом движение в горизонтальной плоскости скручивания и боковой наклон потом мы поднимаемся вверх раскручиваемся скручиваемся в противоположную сторону наклоняемся в другую сторону и поднимаемся вверх это одна последовательность В зависимости от того, насколько долго вы можете задержать дыхание после вдоха, вы проделаете определенное количество этих последовательностей, но они должны быть цельны. То есть еще раз. Движение вперед-вниз, вверх-назад, скручивание наклон в одну сторону, поднялись-раскрутились, скручивание наклон в другую сторону, поднялись-раскрутились. Это одна последовательность, и таких нужно выполнить столько, сколько вы можете на одной задержке. После этого мы разворачиваем ладони вверх и расслабляемся. Попробуем сделать вместе. Давайте начнем с того, что мы попробуем просто подышать. Итак, давайте вместе со мной попытаемся попрактиковать пхастрику. Предупреждаю, если вы раньше никогда не дышали эту технику, после нескольких таких активных вдохов и выдохов у вас может появиться легкое головокружение. Такое как бы изменение состояния сознания. Это нормально. Если вы обычно так не дышали, то при таком дыхании вы получаете очень активно массаж мозга и приток праны, жизненной силы в ваш мозг, приток крови. И он, если не привык дышать, не привык к такому активному дыханию, он поначалу немножко теряет контроль. Это нормально. Не пугайтесь. Если у вас это очень сильно поначалу происходит, делайте просто менее интенсивное дыхание. Давайте попробуем. Сначала мы выдыхаем, а потом начинаем активно дышать. Расслабили дыхание. Можно закрыть глаза и расслабиться. Наблюдайте за изменениями. Может быть, ощущение расширения, субъективное ощущение расширения, движения в разные стороны, во все направления, вверх, вперед, назад, в стороны. Может быть, ощущение укоренения. Может быть, наоборот, ощущение легкости, ощущение энергетического наполнения. С точки зрения, с точки зрения ментального тела, будет ощущение, что останавливается внутренний поток. Хорошо. Давайте теперь вместе со мной сделаем только движение. Первое упражнение. Мы держимся за коленки. И сначала делаем легкий прогиб вперед, потом легкий прогиб назад. Я покажу сбоку. Легкий прогиб вперед, легкий прогиб назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Хорошо. Теперь второе упражнение. Руки через стороны вверх, переплели пальчики и наклон к одному колену поднялись, к другому колену поднялись, к одному колену, к другому колену. Старайтесь, когда вы наклоняетесь, опуская локоть, не опускать верхний локоть вперед, а наоборот, стараться его раскрыть как можно больше назад и вверх, и посмотреть в сторону верхнего локтя. Потом мы поднимаемся, вытягиваемся вверх, наклоняемся другим локтем, и верхний локоть уходит назад, взгляд вверх, и поднимаемся вверх. Третье упражнение. Мы держимся за коленки, ровный корпус, скручиваемся, помогаем себе руками скручиваться до конца всеми секторами позвоночника. Поясничный отдел, грудной, шейный отдел. В одну сторону, в центр, в другую сторону, в центр. В одну сторону, в центр, в другую сторону, в центр. И последний раз, и в другую сторону, в центр. Хорошо. И последнее упражнение. Руки на коленках, наклоняемся. Сколько получается? Вперед и вниз, вверх, легкий проймит назад. Центр. Скрутились влево, наклонились влево, поднялись вверх, раскрутились. Скрутились вправо, наклонились вправо, поднялись вверх и раскрутились. Это полный цикл. Прекрасно. Теперь давайте вместе с вами проделаем весь дабл-экспрессо. Во-почало до конца. Мы будем делать по пять пхастрик, пять дыханий кузнечных мехов, потом задерживаем дыхание и потом делаем упражнение. Каждый будет делать столько повторений, сколько он может на одной задержке. Причем, если вы наклонились, например, влево, то вы заканчиваете после наклона вправо. То есть симметричное положение. Если вы начали с раскрытия груди вперед, вы заканчиваете с округлением спины назад. И в последнем, тоже скручивание, значит, начали влево, закончили после скручивания вправо. В последнем упражнении мы заканчиваем всегда после подъема справа и вверх. Поехали. Пхастрико. Пять активных дыханий. 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 После окончания медленно выдыхаем, медленно ключевое слово, разворачиваем ладошки вверх и некоторое время наблюдаем за ощущениями. Очень важно отслеживать все происходящее в результате проделанной практики. Следующее упражнение. Опять развернули ладони на колени, пять в хастрик. Глубокий вдох, руки через стороны вверх, замок переплели и начинаем наклоняться влево. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. После окончания медленно выдыхаем, отпускаем замочек, укладываем ладошки на колени вверх. Даем дыхание вернуться в нормальное естественное русло и несколько дыханий наблюдаем. Глубокий вдох. Прекрасно. Третья последовательность. Плодокий вдох. Ладошки за колени. Ровная спинка. Пять в хастрик. Глубокий вдох. Задержка. И начинаем на максимальном вытяжении скручивать позвоночный стол влево, вправо. Поехали. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Продолжение следует... После окончания мы разворачиваем ладони вверх, закрываем глазки и наблюдаем несколько дыхательных циклов. Прекрасно. И последняя последовательность. Последняя заключительная последовательность, которая включает в себя все направления движения, она максимально активизирует так называемые чудесные меридианы. В этой последовательности мы включаем те каналы, которые тело использует, энергетическое тело использует для того, чтобы направлять прану от центральных энергетических центров к различным органам в случае, когда у них нехватка и наоборот, когда есть переизбыток энергии. Через эти каналы энергия возвращается в центры, в чатры. И мы активизируем эти каналы для того, чтобы в случае, когда они нам понадобились, они могли быть включены. Итак, переходим к последней части. Пять бхастрик. Пять бхастрик. Пять бхастрик. Продолжение следует... Продолжение следует... Даем дыхание вернуться в естественное русло, закрытыми глазами наблюдаем за всем, что происходит в нашем теле после подъемной практики. Наблюдаем за изменениями в физическом теле, наблюдаем за изменениями энергетического статуса, наблюдаем за изменениями эмоционального состояния и уровня ментальной активности. После окончания практики, если вы чувствуете, что вы хотите лечь еще несколько мгновений или несколько минут полежать в ослаблении, можно лечь, если вы чувствуете необходимость. То есть, если нет, самое время встать, приготовить полезный вкусный завтрак и отправиться по своим делам. Если вам понравилась практика, ставьте лайки, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, здесь много вкусного и интересного. Если у вас есть вопросы по практике или вы хотите поделиться ощущениями, пишите. Я с радостью отвечу на ваши вопросы. И сегодня все. Намасте. Спасибо. Продолжение следует...